МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом в ближайшие полчаса. Все о главных событиях и жизни Владивостока. Меня зовут Максим Дудников. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Скандальный тур. После второго этапа выборов губернатора Приморья на горячую линию Центра избиркома поступили 18 жалоб. ЦИК принял решение не подводить итоги до выяснения всех обстоятельств. Проголосовало более 30% жителей в Москве. Более половины всех, кто голосовавши, поддержали нашего кандидата Андрея Владимировича. Здравствуйте. С новосельем праздник в честь открытия нового микрорайона «Зеленый угол» прошел во Владивостоке. Итак, друзья, под ваши аплодисменты барабанная дробь. И... Первая очередь, Николай, на «Зеленый угол» открыта! На радость всем осеннюю ярмарку декоративных растений провел ботанический сад «Институт ДВ «Уран». Горожане могут прийти и не только купить растения, но и пообщаться со специалистами. Также в выпуске несколько чиновников из администрации Владивостока написали заявление на увольнение по собственному желанию. И еще расскажем. Завершены работы по очистке акватории пляжей в бухтах «Лазурная» и «Три поросенка» от загрязнений нефтепродуктами. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. По-настоящему горячая политическая конкуренция разгорелась на избирательной арене Приморского края. Явка на втором этапе выборов губернатора Приморского края 16 сентября составила около 30%. Проголосовали во втором туре почти 430 тысяч приморцев. Напомним, в этот раз жители края выбирали между единороссом Андреем Тарасенко и представителем КПРФ Андреем Ищенко. По данным, опубликованным на сайте края избиркома, Ищенко набрал 48% голосов, а Тарасенко 49,5%. В эфире радио «Лемма» эксперты из мира науки вместе с журналистом Андреем Калачинским обсудили возможные предпосылки неоднозначного расклада политического пасьянца в крае. Обсуждения были столь интересными, что прямо в разгар трансляции в гости к «Лемме» заглянула съемочная группа Первого канала. Подробности в сюжете моего коллеги Евгения Черемухина. Наверное, каждый, даже самый далекий от политики житель Приморского края знает, что прошедшие сутки стали самыми горячими в контексте политической жизни региона. Напомним, что 9 сентября в крае прошел первый тур губернаторских выборов, в ходе которых и стало ясно, что второй тур неизбежен. В него вышли лидеры двух фракций, действующий в Рио губернатора Андрей Тарасенко от «Единой России» и депутат законодательного собрания «Приморья» от КПРФ Андрей Ищенко. Предварительные итоги второго тура привели в движение медиа с такой силой, что журналисты и эксперты в области политики стали прямо в эфире «Радио Лемма» делать прогнозы. Андрей Калачинский начал разговор с традиционного вопроса в лоб. Как вы оцениваете вот такой результат второго тура? Да и первого тура, честно говоря. Он сразу окунулся... У него хорошая репутация, да, скажем. Он сразу окунулся в работу, и ему было не до пиара. То, что касается команды, вот здесь претензий довольно много. И с точки зрения подачи для врио, о чем говорить, как говорить, какие проблемы поднимать, вокруг чего, на чем сосредотачиваться и так далее. Юрий Авдеев и Тагир Хузиятов – личности, известные в научных кругах. Тем интереснее их мнение, почему так случилось, что Андрей Тарасенко ушел вперед по голосам всего на полтора процента. По предварительным итогам у него 49,5 процентов. Я думаю, главный фактор, который работал, сработал, точнее говоря, против Тарасенко, независимо от окончательных исходов выбора, это его однозначная поддержка, так называемые пенсионные реформы. Несмотря на различные подходы к осмыслению сложившейся политической ситуации, спикеры были так напористы, что вдохновили журналистов Первого канала также заглянуть к Андрею Калачинскому. Локальные события, как уже было не раз, вновь становятся причиной для глобальных выводов. Кто бы ни был сегодня губернатором, все губернаторы дальневосточники, они по существу заложники той концепции, которую на сегодняшний день проводит Москва в отношении Дальнего Востока. И суть этой концепции заключается в том, что мы Дальнему Востоку помогаем. Мы не участвуем в развитии и мы не являемся, скажем так, главными в развитии экономики и социальной сферы Дальнего Востока, а мы только помогаем. Шрапнелью от метких выводов задело и прошедший во Владивостоке Восточный экономический форум. Ведь немалая его часть напрямую касалась Приморья. Не случайно первым мероприятием с участием президента России Владимира Путина на ВЭФе стало заседание Президиума Госсовета, посвященное мерам по реализации майских указов на Дальнем Востоке. Говорили не только об инвестициях, торах и свободном порте, но и о причинах оттока населения. Итак, чего нам не хватает главного, чтобы эту проблему решить раз и навсегда? Раз и навсегда, наверное, не получится, но смысл-то заключается в том, что зарплата – это не самый решающий фактор. Но один из чрезвычайно важных. Важно, важно, вне всяких сомнений, важно. Но речь идет о том, что если мы ориентируемся именно на этот фактор, на зарплату, это будет обозначать – люди сюда приезжают, деньги зарабатывают и опять отсюда уезжают. В целом, дискуссия двух экспертов и журналиста получилась жаркой и эмоциональной. Право или нет, спикеры покажет время. Ну а Восьмой канал продолжает следить за развитием политических и экономических событий во Владивостоке и Приморском крае. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Тем временем на горячую линию Центра избиркома поступили 18 жалоб. 9 из них касались процесса голосования. Также были жалобы на подкуп и на неправильный подсчет голосов в Уссурийске. Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и обещал объявить голодовку. В штабе в Рио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко заявляют о фактах подвоза и скупки голосов представителями КПРФ. Тем временем отработано более 99% протоколов. Подробности в нашем следующем сюжете. Подсчет результатов второго тура выборов подходит к концу. До сих пор не введены итоговые протоколы тех территориальных избирательных комиссий, где ведется проверка жалоб. Предварительные итоги голосования вызвали нешуточные дебаты между соперниками. Андрей Ищенко собрал сторонников у администрации края и требует пересчета голосов. Я проехал достаточно много участков в Приморском крае. Я был и в Фокино, и в Большом Камне, в Шкотовском районе, в Партизанском районе. И видел, что люди активно шли к своим избирательным участкам. Я тогда уже заметил протестное голосование. Вы видите, после закрытия участков Владивосток, он вообще Владивосток по всем Каимом Ищенко выиграл. Пошли данные с Большого Камня Ищенко выиграл, Фокина Ищенко выиграл, Север полностью Ищенко выиграл и так далее. После подсчета 99,1% голосов на выборах губернатора Приморского края, по предварительным данным, Андрей Тарасенко набрал 49,5% голосов. Андрей Ищенко – 48% голосов. С отрывом в 1,49% лидирует Андрей Тарасенко. Явка на втором туре выборов составила 35,44% голосов. Сначала отрыв был Ищенко от временно исполняющего обязанности 7%, но потом зависла вся система. Власть, видимо, подсуетилась, поняли, что ситуация выходит из-под контроля. Зависли тики некоторых муниципальных образований. Сейчас, в частности, проводится заседание ТИК в Уссурийске, где будут признавать ряд протоколов действительными и недействительными. Для установления окончательных итогов законам дается три дня со дня голосования. Мы побывали в штабе в Рео губернатора Андрея Тарасенко, там настроены оптимистично. Проголосовало более 30% жителей Минонска Утая. Более половины всех проголосовавших поддержали нашего кандидата Андрея Владимировича. Тарасенко. С чем? Ну, раз. И себя в том числе поздравляем. Необработанными пока остаются 14 протоколов участковых избирательных комиссий. После того, как все данные будут введены в систему ГАЗ-выборы, Краевой избирком сможет окончательно огласить итоги голосования. А пока соперникам остаётся только вести споры. На многих избирательных участках во втором туре осуществлялись подвозы, подкуп избирателей. Причём экипажи машин сопровождали казаки Уссурийского колеса. Казачьего войска, что абсолютно не тратит честь казачьих офицеров. Они с ногайками приходили на избирательные участки. Центральная избирательная комиссия пообещала разобраться в ситуации и не торопиться с выводами. «Пока тщательно не разберём все жалобы, которые поступят, итоги подводить не будем», говорит Элла Памфилова, глава Центра избиркома. Председатель Центральной избирательной комиссии подчеркнула, что ведомство ждёт жалоб от участников второго тура. Комиссия намерена тщательно во всём разобраться, прежде чем будут подведены итоги выборов в регионе. А в случае выявления злоупотребления или нарушений, Элла Памфилова пообещала действовать вплоть до отмены выборов на тех или иных участках или даже в целом. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. Приморью направят бюджетные ассигнования из федерального бюджета на строительство объектов инженерной защиты от наводнений. Согласно поручению главы государства, средства направят на строительство и реконструкцию дамб в районе Уссурийска, Солдатское озеро и Семь ветров, устройство защитных сооружений на реках Раковка и Комаровка. Кроме этого, благодаря федеральной помощи реконструируют гидротехнические сооружения на Куговском водохранилище. Напомним, глава региона также внес предложение внести изменения в федеральное законодательство, касающиеся предотвращения ЧАЭС. Речь идет о поправках, которые позволили бы проводить аварийно-восстановительные работы. В частности, расчистку русел рек без лишних бюрократических проволочек. Президент рекомендовал направить ему конкретные предложения, а также дал поручение правительству России оказать необходимую помощь региону по ликвидации последствий ЧАЭС. Между тем, стало известно о кадровых перестановках в администрации Владивостока. Первый заместитель главы города Екатерина Химич покидает свой пост. Вместе с ней заявление об уходе написал начальник управления муниципальной собственности Андрей Елькин, сообщает Прима-Медиа. Должностные лица написали заявление по собственному желанию в пятницу, однако приказы об их увольнении пока официально не обнародованы. Теперь у Виталия Веркиенко остается всего шесть замов. Алексей Литвинов, Константин Лобода, Леонид Вельчинский, Наталья Зубова, Игорь Ткаченко и Сергей Шерстюк. Большинство из них занимают свои должности еще со времен Игоря Пушкарева. К слову, на прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что свой пост покидает Леонид Вельчинский. Он якобы написал заявление по собственному желанию после общения с фрио-губернатора Приморья Андреем Тарасенко. Однако сам заместитель главы Владивостока данные слухи опроверг, заявив, что просто уходит в отпуск. Жители Владивостока продолжают общаться с мэрией по WhatsApp. Среди тысяч сообщений, помимо просьб о помощи, есть благодарности и даже видео проделанных работ. К слову, посмотреть видеоролики, присланные горожанами, можно в официальном аккаунте мэрии в Инстаграме. Специалисты благодарят жителей за неравнодушие и общественный контроль. Напомним, что сообщить о фактах, на которые следует обратить внимание или высказать свои предложения и идеи о том, как улучшить жизнь в городе, можно, отправив сообщения с помощью WhatsApp на номер, который вы видите на экране. Отметим, что горячая линия не предполагает официальных ответов. Тем не менее, все поступающие на WhatsApp вопросы перенаправляются в профильное управление администрации города для принятия решений, проведения проверок и включения в перспективные планы работ. Праздник в честь открытия нового микрорайона «Зеленый угол» прошел во Владивостоке 15 сентября. Три новых дома расположились в лесном массиве в районе известного авторынка. Кто-то с нетерпением ждал сдачи этих домов, а кто-то относился к их расположению скептически. Сейчас, после официальной сдачи новостроек, оценить микрорайон можно более объективно. Подробности в нашем следующем сюжете. Микрорайон «Зеленый угол» – это настоящий тихий и спокойный оазис посреди города. Попадая сюда, сразу появляется ощущение, что мы находимся в тригороде. Хотя на самом деле в пяти минутах езды от улицы Нейбута. Первый дом из трех был сдан по программе «Жилье для российской семьи» в декабре 2017 года. Причем «Восточный луч» – это единственный застройщик, который сдал дом по этой программе во Владивостоке. Итак, друзья, под ваши аплодисменты барабанная дробь и… В первую очередь Николаева «Зеленый угол» открыта! Хочу выразить слова благодарности лично от себя и от команды «Восточный луч» за то, что поверили в нас. Ни капельки не сомневаясь, пошли с нами в этот путь. И мы реализовали с вами общую идею, общую мечту – построили эти дома. Под выражение «мечта» Владислав подразумевает постройку не просто типового дома, а комплексную постройку микрорайона со всеми удобствами. В этом районе отведены большие площади под парковку автомобилей, в том числе подземную, а также предусмотрены большие красочные и оснащенные детские площадки. Двух- и трехкомнатные квартиры площадью 51 и 81 квадрат соответственно стоили по меркам Владивостока совсем недорого. Основная миссия нашей компании – сделать жилье доступным в нашем регионе, в частности в городе Владивостоке, чтобы люди могли насладиться качественным, доступным и, главное, недорогим жильем. Очень хорошие выгодные условия. Во-первых, минимальная цена, замечательный зеленый район, замечательные условия у компании «Восточный луч». Нас вполне устроил застройщик, то есть люди реально стараются, стараются на благо людей, поэтому мы сделали такой выбор. Помимо жилых домов в районе планируется постройка детского садика и школы. На сегодняшний день к району «Зеленый угол» можно подъехать по асфальтированной дороге через авторынок «Зеленый угол», а также с улицы Нейбута. В планах строительства дороги к развязке на трассу «Седанка-Патрокол». Вот то, что мы видим, это плод вашего доверия и нашей работы. Мы на этом не останавливаемся, вот там у нас, видите, еще площадка продолжается. На сегодняшний день уже началось строительство второй очереди домов в микрорайоне «Зеленый угол». Алина Кузина, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой продолжается голосование за визуальное оформление социальной карты «Приморец». Узбекские авиалинии начали выполнять регулярные полеты из Ташкента во Владивосток. Завершены работы по очистке акватории пляжей в бухтах «Лазурная» и «Три поросенка» от загрязнения нефтепродуктами. Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНАС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра «САНАС» – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНАС». Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Продолжается голосование за визуальное оформление социальной карты «Приморец». Узбекские авиалинии начали выполнять регулярные полеты из Ташкента во Владивосток. Завершены работы по очистке акватории пляжей в бухтах «Лазурная» и «Три поросенка» от загрязнения нефтепродуктами. Продолжается голосование за визуальное оформление социальной карты «Приморец», которую выпустят до конца текущего года. На выбор предоставлены 8 вариантов макета карты. Проголосовать можно на официальном сайте администрации Приморского края, на официальных аккаунтах в Инстаграм, в Одноклассниках и ВКонтакте. На данный момент лидируют макеты с изображением тигра, ладошек и парусника. Голосование продолжится до 21 сентября включительно. Воспользоваться картой «Приморец» уже в этом году смогут льготные категории граждан. Пенсионеры, многодетные, получатели детских пособий и другие. Всего около 600 тысяч человек. Проект уже обсуждается с представителями банков. Их участие позволит добавить новые функции карты. На нее можно будет получать и социальные выплаты, и пенсию. Предполагается также, что карта будет именной с фотографией получателя. А получить ее можно будет, подав заявление в МФЦ. Узбекские авиалинии начали выполнять регулярные полеты из Ташкента во Владивосток. До конца летнего расписания аэропорта авиакомпания будет выполнять их один раз в неделю. Ранее сообщалось, что в апреле узбекские авиалинии стали летать по новому маршруту Владивосток-Бухара. К слову, данная авиакомпания в прошлом году увеличила перевозку пассажиров на 9,5% по сравнению с показателем 2016 года. Авиаперевозчик, к слову, планирует к 2021 году увеличить перевозку пассажиров до 3,3 млн человек за счет организации новых экономически рентабельных направлений, а также увеличения чартерных рейсов в СНГ, в частности, в Россию, а также страны Юго-Восточной Азии и Европы. Во Владивостоке объявлен конкурс «Волонтер года-2018». Лидеров среди городских добровольцев в Приморской столице выберут в четвертый раз. В год добровольца и волонтера России, которым объявлен 2018, в краевой столице будут выбирать лучших в семи номинациях. Среди них лидер волонтерского проекта, ударник волонтерского труда, волонтерский дебют 2018, личный вклад в доброволичество и другие. Победители в каждой номинации получат дипломы, памятные подарки, а обладатель гран-при – бесплатную путевку на профильную смену во Всероссийский детский центр «Океан». Соискателям необходимо предоставить в электронном виде заявку, копию личной волонтерской книжки, благодарственных писем и иные конкурсные материалы. Заявки от соискателей принимаются до 25 ноября в офисе Молодежного ресурсного центра на Пограничной, 12, а также на адрес электронной почты центра. В Приморье пришло время оценивать урожай. Фермеры и пасечники из разных районов края привезли свою продукцию на ярмарку во Владивосток. Продовольственный рынок посетили сотни горожан. Чем радует приморская осень и как летняя погода повлияла на результат, расскажет Дмитрий Беломестнов. Садоводы, фермеры и пасечники из разных районов края снова привезли свою продукцию в Приморскую столицу. Ярмарка традиционно открылась на Центральной площади Владивостока. Среди рядов и палаток с товарами от местных производителей можно затеряться. Здесь, на Центральной площади Владивостока, свою продукцию представили более трех сотен производителей и фермеров. Чем богата эта осень, давайте выясним. Горожане присматриваются к фруктам и овощам. Ягоди и дикоросам интересуются, откуда урожай и сравнивают цены. Осенью в Приморье традиционно собирают основной урожай яблок, моркови и тыквы. А из ягод уже созрела актинидия, арбузы и дикий приморский виноград. К слову, по мнению большинства, погода в этом году оказала значительное влияние на качество урожая. Дожди целый месяц были. По крайней мере, чеснок, лук мы убирали летом. В июле месяце, в начале, еще как бы дождей таких обильных не было. А картошку, ну, половину выкопали, а половину это после дождей выкопали. Попадается, конечно, порченная. Ну, как бы, нормально. А урожай вообще очень хороший. И капуста, и тыква, все хорошо. Единственное, что помидоры немножко подпортились. А так все нормально. Для фанатов меда на ярмарке представлен разнообразный ассортимент. От самого лакомства до изделий из сот. Глядя на длинные лавки, кажется, что в этом году пчеловоды не бедствовали. Однако бывалые пасечники с этим не согласны. В прошлом году я получил 58 бидонов с той же пасеки, в этом 25. На липе погода была холодная, плохая. На август месяц на цветы приехали, жара, цветы повяли, а потом дожди месяц. И очень плохо. И пчелы сейчас полупустые, придется все закармливать. Вот уже думаю, что накачал, придется и отдать. Однако, несмотря на скромный медосбор, пчеловоды уверяют, вкус яркий и насыщенный. Многих на ярмарке смутили цены. Фермеры комментируют, если дорого, то лучше купить на китайском рынке. Но и качество там будет другое. Ничего хорошего дешево не продадут. Жители и гости Владивостока смогли купить не только овощи и мед, а также выпечку, мясную, молочную и рыбную продукцию. Я рыбный человек, поэтому нас овощами и фруктами не удивишь на Кубани. А рыба, ну вообще-то, я бы сказал, дороговата цена. Честно скажу, вы не обижаетесь на меня, но как-то я ожидал чуть поменьше. Сегодня ярмарки традиционно проходят на центральной площади города. Свои товары здесь представляют сельхозпроизводители, садоводы, крестьянские и личные подсобные хозяйства. Предприятия рыбной, пищевой и перерабатывающей промышленности Приморья. А вот в планах строительство специального крытого оптового рынка. А также создание в крае своей селекционной базы, где появятся семена и саженцы, приспособленные именно под приморский климат. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом. Юбилейная летняя смена проекта «Инвалета» завершилась в Приморье. За время работы лагеря в этом году реабилитацию у моря смогли пройти около сотни людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Инвалета» – это лагерь летнего отдыха на берегу моря для реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей. Каждый год, помимо приморцев, сюда съезжаются десятки людей из регионов Дальнего Востока, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году палаточный городок развернулся на пляже Бухта Охлёстышева, острова Русский. Организатором проекта выступает общественная организация «Ковчег». Для участников смены прошел курс социализации. Выполняя простые бытовые вещи, они почувствовали свою причастность к одной большой команде. Жители лагеря купались в море, используя при необходимости специальные тележки для плавания. Занимались творчеством, танцевали, пели, лепили из клины, а также занимались спортом. Помогали им волонтеры и представители общественных организаций. Осенняя ярмарка декоративных растений прошла во Владивостоке. Ботанический сад «Институт ДВ Уран» по традиции представил большой выбор для любителей цветоводства и садоводов. Побывала на ярмарке и наша съемочная группа. Удивить соседей по даче, а также привнести разнообразие в оформление своих придомовых территорий, имеют возможность дачники и садоводы. Главные помощники для них в этом непростом деле – сотрудники Ботанического сада «Института ДВ Уран». Именно они сначала выращивают саженцы, а потом проводят для любителей ландшафтного дизайна ярмарку декоративных растений. Мы решили, что нам, наверное, будет удобнее, если мы будем устанавливать дни, когда горожане могут прийти и не только купить растения, но и пообщаться со специалистами. Вот этот вот аспект ярмарки, он, наверное, один из самых важных, потому что на ярмарке у нас работают научные сотрудники и сотрудники сада с огромным опытом, люди с большим багажом знаний, которым они не против поделиться. Поклонники цветоводства имели возможность приобрести в свою коллекцию разнообразные сорта лилейников, пионов, японских ирисов, декоративные кустарники и деревья, нарциссы, тюльпаны и многое другое. Это комнатные цветы, мы их называем оранжерейными растениями, которые представлены очень многообразной группой. Вот это перед нами листья на декоративные растения. Само растение говорит за себя. Здесь красивый лист, но цветка вы не увидите яркого. Это аглонемы, диффенбахи. А вот красивая цветущая группа растений – это азалии. Другими словами, их называют еще по-научному рододендрин индийский. Любители цветоводства уже с самого старта ярмарки проявили явный интерес. Многие покупали как семена, луковицы, маленькие саженцы, так и большие кусты растений. На осенней ярмарке особенный акцент всегда на луковичные, то есть это тюльпаны, сцилы, нарциссы. Ну, скорее, все, что мы сажаем осенью, и будет красиво весной. Ярмарка – это не только возможность выбрать эффектный кустарник для зеленой изгороди или ирисы такого оттенка, который подходит к цвету глаз хозяйки. Это отличное место, где можно узнать профессиональные ответы на многие вопросы, связанные с цветоводством, а также получить советы от специалистов по защите растений от болезней и вредителей. Олег Завьялов, Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Работы по очистке акватории пляжей в бухтах Лазурная и Три Поросенка от загрязнения нефтепродуктами завершены. Очищено 3800 метров береговой черты. В районе Бухты Три Поросенка вывезено около 45 тонн загрязненного грунта с водорослями. Напомним, загрязнение береговой полосы во Владивостоке горожане обнаружили в четверг, 13 сентября. Была оперативно организована работа по устранению последствий загрязнения береговой черты с привлечением сил РСЧС. Было задействовано 9 человек и 2 единицы техники. Мусор вывезли на площадку временного хранения арендатора для сушки и последующей утилизации. В районе Бухты Три Поросенка нефтепродуктов на поверхности воды у береговой черты не было обнаружено. Только небольшое количество загрязненных водорослей. Руководство детского центра «Океан», которому принадлежит пляж, продолжило работы по его очистке. Далее новости спорта на восьмом. Футбольный клуб «Луч» встретился во Владивостоке с командой «Тамбов». На результат матча напрямую повлиял неожиданный ливень. Итоги международной дрифт-битвы «Ди-1» подвели в столице Приморья. Впервые за пятилетнюю историю соревнования победу одержал гонщик из России. Все подробности расскажет Максим Яковлев. Футбольный клуб «Луч» у себя дома принимал одного из лидеров чемпионата – команду «Тамбов». К этой игре приморцы накопили серию из пяти безвыигрышных матчей. И с особым желанием ринулись за победой с самого старта встречи. Череда атак от желто-синих могла не один раз открыть счет, но, увы, удача была на стороне гостей. Два удара в упор и вовсе попали точного вратаря «Тамбова». После перерыва темп игры не упал, теперь уже и гости уверенно выходили вперед. Цифры на таблоне менялись до тех пор, пока на Владивосток не обрушился мощный ливень. В непростых условиях, когда газон уже покрылся огромными лужами, на 85-й минуте приморцы ошиблись в обороне и пропустили мяч в ворота. В итоге 0-1 победа «Тамбова». Как после игры отметил наставник «Тигров», состав нужно было под конец усилить, но делать это было некем. У нас ни один профессиональный футболист, взрослый, который имеет семью, который там, вот ни один не заболел, ни один не простудился, ни один там спазм в животном, ни одного нет. А это молодежь, вот, ну что делать, я не знаю, я пока, не знаю, ищу ходы и выходы, как на них повлиять. Следующий матч «Луч» проведет в Подмосковье, где 19 сентября сыграет с местным Чертаново. Российский пилот впервые стал победителем международной дрифт-битвы «Диуан-Джи-Пи». Автомобильные соревнования проходили на трассе Приморского кольца, где за призы боролись лучшие дрифтеры России и Японии. Всего в турнире принимали участие 34 пилота. По традиции состязания начались с так называемых «танца», одиночных заездов. В сольном заносе лучше всех себя показал Георгий Чевчан из Красноярска. В этот же день зрители смогли наблюдать и за парными гонками. По их итогам вскоре определилась четверка сильнейших. Ими оказались три именитых японца – Тэцуэ Хибина, Хидзюки Фудзина и Масаси Йокое, а также все тот же Чевчан на своей «Ниссан Сильвии». Российский спортсмен смог пробиться в финал, где должен был встретиться с Масаси Йокое, но гонка не состоялась. Ливень и слабая видимость накрыли премринг, поэтому судьи решили вручить кубок пилоту, который показал лучший результат в одиночке. А это был как раз Георгий. Ну а второй день Диуан-Джи-Пи посвятили необычной новинке – командному противостоянию. Здесь свои навыки заноса показывали иногда сразу по три автомобиля. В итоге лучшими дрифтерами признали именно российских пилотов. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. После второго этапа выборов губернатора Приморья на горячую линию Центра избиркома поступили 18 жалоб. ЦИК принял решение не подводить итоги до выяснения всех обстоятельств. Заявление на увольнение по собственному желанию подали первый заместитель главы города Владивостока Екатерина Химич и начальник управления муниципальной собственности Андрей Елькин. Однако приказы об их увольнении пока официально не обнародованы. Жители Владивостока продолжают общаться с мэрией по ватсапу. Среди тысяч сообщений помимо просьб о помощи есть благодарности и даже видео проделанных работ. Продолжается голосование за визуальное оформление социальной карты «Приморец», которую выпустят до конца текущего года. Проголосовать можно на официальном сайте администрации Приморского края. Во Владивостоке объявлен конкурс «Волонтер года-2018». Лидеров среди городских добровольцев Приморской столицы выберут в четвертый раз. Юбилейная летняя смена проекта «Инвалета» завершилась в Приморье. За время работы лагеря в этом году реабилитацию у моря смогли пройти около сотни людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Но если вы вдруг пропустили что-то значимое, то смело подписывайтесь на 8 канал «Владивосток» в Ютьюбе. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Самые масштабные в современной истории России учения «Восток-2018» завершились на Дальнем Востоке. В ходе учений военные отрабатывали совместную операцию против вторжения противника. Ракетчики наносили массированные удары по критически важным объектам. А экипажи кораблей спасали терпящие бедствия суда. Напомним, в учениях участвовало около 300 тысяч российских военнослужащих. Такие крупные маневры проводятся впервые за 37 лет. На операцию против вторжения, работу ПВО и маневры сев флота смотрим вместе, прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на Восьмом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...